Обезболивающая Франция, Франция, Италия, Нидерланды. То есть все Европа? Все Европа. Запасы импортных лекарств есть, но вскоре и они могут закончиться, рассказывает ветеринар Юлия Бурнашева. Благо в начале марта руководство клиники успело закупиться препаратами из-за рубежа. Сегодня же на базах их практически нет. Врачи винят во всем европейские санкции. Большая проблема возникла в частности со средствами для наркоза. Осталось 20-25 флаконов, и если их дальше не будет, будут проблемы с оперативным вмешательством животным. И как будете оперировать? Никак не будем оперировать, мы уже не можем на живую. К сожалению, даже российского наркоза ветеринарного, то, чем мы имеем право пользоваться, на самом деле не так много. И далеко не каждому препарату можно найти отечественный аналог. К примеру, самые простые противоаллергические таблетки для животных пришлось заменить российскими. Правда, теми, что предназначены для людей. Что уж говорить про анестезию. Это наркоз, препарат залетил. Сейчас это вот, так скажем, тот препарат, которым мы работаем вообще абсолютно для всех животных. Как для домашних, так и для диких, экзотических животных. Именно инъекционный наркоз. Один из самых таких хороших. Но есть другие препараты, те, которыми мы пользуемся. Но действия немножечко не то. Его у вас хватит на сколько? Его у нас хватит, ну, до конца лета. Отечественные аналоги для начала нужно опробировать, говорят ветеринары. Вывести дозой для каждого животного, а потом протестировать. В случае, если операция понадобится экстренно, а подходящего наркоза не окажется, делится Артем. Резать, что называется, на живую слишком рискованно. На худой конец, если вообще не будет, но есть, существуют блокады, те, которые будем применять, блокировать нервы, обезболивать. Потому что работа врача, точнее, хирурга ветеринарного, она непосредственно должна быть максимально правильной, максимально удобной не только для пациента в качестве обезболивающего, но и еще и для работы хирурга. Нехватка препаратов уже сказалась на кошельках владельцев домашних животных. Импортные лекарства пока не еще есть, ведь в клиниках резко подорожали. Но даже это не останавливает хозяев, ведь каждый хочет видеть своего питомца здоровым. Анна Рашегирова, Александр Энтропов. День с толком. Продолжение следует...